Мои хорошие, три часа ночи, все спят, и я как привидение блуждаю. Смотрите, как расцвел он. Но я заметила, когда его занесли вовнутрь, здесь тепло и быстро цветы отцветают. А на холоде намного дольше держится. Сидела, монтировала видео для вас, мои зрительницы, зрители. И, конечно же, куча сладкого на столе. Но это не значит, что все съедается разом. Это неделями может лежать здесь на столе. Вот эти витаминки мне улучшили состояние волос и ногтей. По крайней мере, у меня они стали лучше. Шум это от чайника. Заранее кипячу воду, чтобы когда сыну или дочь проснется, была кипяченая теплая вода. Вот. И вот эти тоже я пью. Это и это. Деткам я еще витамины, которые заказывала, не давала. Буду давать после 6 месяцев. Не все сразу, как посоветовал педиатр. Привет, мои хорошие. Сегодня у нас 26 декабря. 8 часов 9 сейчас у нас я одна с детками. Мама с братом ушли навестить бабулю. Я не пошла, потому что очень устала. Дети просто очень устали сегодня. Мы ходили к офтальмологу. На 2 часа у нас был прием. Пришлось подождать где-то часик, пока деткам накапали глазки. Пока врач пришла и так далее. Там куча детей маленьких. Поэтому пришлось немножко подождать. Они капризничали, ныли. Ну, как обычно у всех бывает. Потом оттуда мы пошли к нашему неонатологу, у которого мы лежали в ОПН за Греем Магомед Тагировне. Она осмотрела деток, сказала, что все у них хорошо. Единственное, они отстают в развитии от сверстников. Но это тоже нормально, потому что они у меня недоношенные. Сказала делать массажи, принимать все же витаминки, которые принимаем и так далее. Но главное, что все хорошо. Потом ехали домой. Не поверите, вот сейчас подумайте, наверное, что врет Фатима. Ровно полтора часа мы добирались до дома. Многопрофильная больница. Кто живет в Махачкале, знает, где находится она. Находится недалеко от Акушинского. И вот по Акушинского до новой автостанции мы добирались ровно полтора часа. Вот такие пробки у нас на дороге. Приехали домой, накормили деток. И вот сейчас они еле как успокоились. Сын вообще был очень раздраженный. У меня сын вообще не любит куда-то выходить. Есть дети, которые любят гулять, наверное, все рассматривать. Он любит все рассматривать, но в пределах дома. Где-то на улице он становится очень капризным. Его очень сложно успокоить. Его успокаивает только грудь. Все. Грудь дашь, он успокаивается. А в остальное время ни соску, ничего ему не помогает. Моя мама, например, его успокоить не может. Я могу успокоить его только я. А дочь, наоборот, сегодня была очень спокойной. Спала всю дорогу. Она себя вела очень культурно. Сейчас я сынули уложила в лютку. Дочь на кровати лежит. Они отдыхают. Знаете, что хотела спросить у вас? Тоже у мамочек, которые вырастили детей или, может быть, собираются. Ну, вообще, у женского пола. Да и не только у женского. Просто стало интересно. Пару раз наткнулась на мнение педиатров, что не нужно детей развивать очень рано. Ну, вот, например, в таком возрасте, в каком они умеют. Сейчас 5 месяцев, там, 3-4-5 месяцев так рано. Ну, не нужно начинать развивать детей, показывая им картинки с животными, с цифрами. Ну, с цифрами, наверное, вообще рано. С животными и так далее. Что это, якобы, наоборот, будет способствовать тому, что ребенок будет отставать в развитии. Якобы, когда мы показываем ребенку карточку с животными, ну, может быть, с кошкой, и говорим, вот это кошка. Якобы ребенок думает, что кошка – это карточка. Что когда он видит живую кошку, что у него никаких ассоциаций с кошкой нет. Что он только карточку воспринимает. Что вот эта вот карточка называется кошка. Следующая карточка называется там собака. Что ему ни о чем не говорит. Вот эта вот кошка, вот эта собака. Не знаю. Может быть и так. Знаете, какая доля логики в этом есть? Не какая-то доля, а логика есть все-таки. В таком возрасте в раннем ребенок должен сам, наверное, развиваться. Сперва познавать то, что он видит вокруг себя, свои ручки, я не знаю, ножки пощупать, носик. Не знаю. Наверное, вот это сперва должно быть, а потом уже эти все карточки и так далее. Я склонна к тому, что это мне не имеет права быть. Потому что с нами тоже, например, со мной, я уверена, кто там со мной занимался, эта кошка, эта собачка. Хотя я была первой внучкой, все со мной сюсюкали и так далее. Возились, но я не думаю, что меня прям так развивали чуть ли не с пеленок. Но это не помешало, что когда я в школу шла, я уже умела читать и писать. Этому я научилась очень быстро. Но я согласна с тем, что ребенку нужно помогать. Ему нужно создать такие условия, среду для развития. Нужно купить ему все эти игрушки, наверное, книжки, карточки, пирамидки, кубики и так далее. Это все нужно ему купить, чтобы это все у него было. Всякие лего, конструкторы, пазлы, наверное. Ну, всему свое время. Чтобы ребенок сам пытался собрать эту же пирамидку, пазл, конструктор и так далее. Конечно, если у него что-то не получается, нужно ему помочь. Но чтобы он пытался сделать это сам. Мое мнение такое. Очень интересно, что вы думаете по этому поводу. И как вы растили своих детей? Занимались ли или вот так же оставили, чтобы ребенок сам сперва познавал мир, а потом потихонечку-потихонечку учил? Ну, это кошечка, это собачечка. Вот такая вот мысля пришла мне в голову. Стало интересно. Знаете, с тех пор, как я стала мамой, в моей голове, честно скажу, других мыслей и нет. Все время думаешь о своих детях. Все время думаешь, как бы сделать им лучшее. Все время думаешь, не забыть бы вот этот анализ такой. Это время не забыть бы вот это. Вот это, эти прививки тоже из головы, честно сказать, не выходят. Все равно, хоть я и против этих прививок, да, но все равно наличие болезни, что есть вероятность, что ребенок заболеет, тоже не дает покоя. Сердце все равно неспокойно. Вот. Поэтому, как стала мамой, вообще в голове совершенно другие мысли. совершенно другие. Пропало мое вот желание покупать все подряд для себя. Помните, наверное, кто меня сначала смотрел, я была таким великим, ну, не великим, но шапоголиком. Я покупала вот нужное и ненужное, 33 свитера, водолазки, джинсы. Сейчас я практически ничего себе не покупаю, но может быть это потому, что у меня сейчас вес не тот, фигура не та. Кто-то из детей ноет. Секунду. Оба, оба, нет, закрываешь. Поболтаем. Поболтаем? Ну, давай, на камеру поболтаем. Давай. Что ты сейчас рассказывал? Ну? Давай. Ну, давай. Оба, еще что? Да. Доча спит. Очень капризная нам в последние дни. Все время в прямом смысле этого слова она на руках. Они у меня периодически местами меняются. То он капризничает, не спит ночами и днями, то она. Кстати, сегодня уже 27 декабря, а рейсов в Махачкало-Стамбул все еще нет. И, по-моему, не намечается. Ну, че? Я собрала вон коробку вещей. Их буду я почтой отправлять там. Там только лишь мои одежды, и то не вся. Себя оставила здесь носить только спортивный костюм, один свитер и одни джинсы. Все. Оказывается, вот как приоритеты меняются, когда детки появляются. Да, маминя? Мама расстегнула вот немножко посвободнее подгузники. Сегодня заказала в детской мере эти памперсы, троечку. Памперсы премиум кар, по-моему. Потому что эти хагисы все-таки тройка мне не нравится. Ну? Ну? Ты куда смотришь? Ему очень нравится, когда по его лицу я провожу своими волосами. И дочке тоже нравится. Им обоим нравится. Видимо, им щекотно. Ай-ти-ти. Вот переворачиваться ни за что не хочет. Только с помощью. Если вот так его за пальчик потянуть, он переворачивается. А сам нет. Со спинки можно ему помочь перевернуться. Но если его уложить на живот, крики. Крики сразу поднимает. Сынуля. Сынуля. Так она делается, этот глазик косит. Кстати, офтальмолог сказала, что ничего нет у них с глазками. Это бывает у маленьких детей и проходит с возрастом. Чему я очень рада. Сынуля. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Все, мама, закрой камеру? Закрыть камеру? Отключить? Вот такие красивые носочки есть у нас. Вот такие они красивые. Мне они так нравятся на ножке. И, кстати, не сползают. Он все время ножками дрыгает, но они не сползают. Ана, покажи, покажи, как ты делаешь с ножками. Покажи, покажи. Носки, носки. Машала, мамина, машала. Дай Аллах тебе здоровья, сынуля. Сестренку тоже научи, как себя вести надо. Воспитать ее надо. Ты как братик должен ее воспитанием заняться. Так внимательно слушает, как будто понимает, что я говорю. Ладно, закрываю камеру. Всем хорошего дня, прекрасного настроения. А что? Нам игрушки не нужны, мы играем с маминой ногой. Это у нас пеленки, вещи, вот это все лежат, досушиваются на улице, погода сырая. На батарейке вешать не хочется. Вот так, вот такие у нас игры. Сегодня первый раз вот так вот легла, ногу на ногу поставила, а его это заинтересовало. Мои хорошие рубрика, что на ужин. Сегодня мама пожарила чебуреки. Ну, мы все знаем, что такое чебуреки, почти то же самое, что чуду с мясом, но только жареное на масле, на растительном, да? Да, чистый, чистый фарш ковяжий и с баранином смешанный. Скоро мама кулинарный блог откроет, наверное. Да, очень вкусный, приходите покушать, приятного вам всем аппетита. Сейчас вот очередь выстроится, проходите покушать, сказала. Приходите, проходите, всегда рады гостям. Всем приятного аппетита, кто за столом. Ну, возьми. Только не надо нервничать, они не убегают. Тю-тю-тю-тю-тю. Тю-тю-тю-тю. Возьми, возьми. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как вы нервничаете ими сразу. Ой.